Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вы видите, из этой конструкции мне очень неудобно, практически невозможно к моей толстой столешнице было закрепить тиски. Поэтому я с помощью струбцины закрепил доску, обрезок любой доски, это была табуретка, и к ней уже закрепил тиски. И изначально я буду все показывать, так как, будем говорить, очень тяжело, неудобно, все в полевых условиях. Удобнее, конечно, было бы взять вот такие тиски, лучше, конечно, было бы с прямыми ровными губками, вот такие тиски, которые спокойно прикручиваются к любой столешнице. Так как вы и просили в этом фильме, что тот, кто хотел бы изготовить, но нет никаких материалов, мы сейчас с вами так это все изготовим. Давайте я сейчас выставлю камеру и продолжим дальше. Вот, друзья мои, как вышло, закрепили мы крючок, стараемся сильно не передавить, для того, чтобы не повредить его, поэтому я вам говорил, что нужны плоские губки. Ну, так же и этими тисками можно работать. Нам понадобится, это вот обыкновенная нить, которую я распускал тесьму. Если такой нет, попробуйте швейную, то есть тоже она подойдет. И нам понадобится или же вот такой электротехнический зажим, или как у меня имеются, допустим, зажимы, другие, другого типа электротехнические. Это вот такие, своего рода, как крокодильчики. Если нет, можно использовать обыкновенный зажим, который мы используем в рыбалке. И давайте приступим. Крючок я взял F11, номер 14, но желательно крупнее уже не делать, так как мушка будет работать только по окуню. В таком варианте, в котором я буду вам сейчас ее изготавливать, она работает практически по любой белой рыбе. И понадобится нам или клей, или лак для ногтей. Это уже вы выберете для себя сами, но прозрачный. Учитывая то, что лак для ногтей делает не очень хорошую пленку, вы будете знать, что ваша мушка прослужит 3-5, самое большое 10 поклевок. И в конечном итоге придет в негодность. Поэтому, если у вас имеется возможность, значит необходимо это сразу подготовить. Нитку можно отрезать, но учитывая то, что я, допустим, буду откладывать ее на стол, резать я ее не буду. Нам необходимо, чтобы она была достаточно ровная и была по толщине несколько или равна, или тоньше самой проволоки, из которой изготовлен наш крючок. Вот так подводим со стороны и буквально район загиба с вами начинаем проматывать. Вот этим виточком заходим на, придерживаем ноготком и заходим на те витки, которые мы с вами изготовили. У нас образовался вот такой шарик, который уже держит нитку. Что мы делаем дальше? Мы теперь берем и с этой точки равным шагом проматываем вот так по нашему цевью. Доходим до крепления свинца. Это может быть и проволока любая, то есть здесь у нас большой роли уже не играет. И берем обыкновенный наш зажимчик, так, чтобы у нас нитка была в натяжку. Как вы видите, нитка у меня в натяжку, катушка моя вот рядышком. Теперь для того, чтобы более качественно это изготовить, мы нанесем буквально капельку клея на место крепления у загиба нашей нитки. И там, где мы с вами будем изготавливать сейчас опушку и грудку. Вот так. Подождем теперь, пока клей наш немножко высохнет. Он хоть и моментального действия, но все равно ему необходимо надо подсохнуть. И мы с вами подготовим перышко. Перо, как обычно, я вам уже показывал и объяснял неоднократно. Это вот обыкновенное перо, куриное, которое не надо ни перепелок, ни куропаток, ни каких других. То есть это можно изготовить из вот такого мягкого куриного пера. Единственное, конечно, желательно так, чтобы величина обородок по длине, если вам видно, от ости доходила до загиба. Ну, в крайнем случае, немножечко была сверху, чуть дальше самого загиба. И теперь мы берем с вами. Ножницы, естественно, должны быть у нас хорошие. Хотя бы одни какие-нибудь. Без этого нам не обойтись. Подрезаем тот край, за который будем крепить. Отпускаем наш зажим. Берем нашу нитку. И крепим здесь наше перо. Доходим, вот так, чтобы вам было видно, до колечка. И опять мы с вами должны подхватить зажимом. Ну и уже давайте мы, наверное, дадим действительно хорошо подсохнуть клею. Так как бородки нежелательно, чтобы наши подклеились. Клей-лак наш уже подсох на цевье. Если у вас имеется золотистого оттенка крючок, можно изготавливать и черной ниткой, зеленой ниткой, салатного цвета, желтой. То есть, любой, которая будет более-менее давать контраст нашему телу. И теперь мы берем наше перо, аккуратно, так, чтобы не оторвать, потому что уже наматывать нам больше негде. Уводим вот так бородочки, слегка увлажнив пальцы назад. И стараемся, придерживая, помогаем себе вот так, ноготочком, пальцем, выполнить буквально один, посмотреть по величине, сколько нам, допустим, понадобится, максимум два оборота. Все будет зависеть от бородок вашего пера, от пышности. Ну вот у меня вышло, получается, два оборота. Этого вполне достаточно. И теперь я беру, удерживая перо в этом положении, беру мою нитку, здесь желательно, если у вас нет навыков, конечно, ее отрезать. Удерживаем перо, перехватываем вот так вот руками, так, чтобы оно было в натяжечку, и оставляем вот в таком положении. Нить не отпускаем. Слегка увлажнив пальцы, уводим все-все-все бородочки, которые у нас имеются назад, чтобы они не попали под нашу нить. И у колечка выполним вот так один хороший полный оборот. Нить мы не отпускаем, держим все время в натяжку. Значит, здесь можно сделать парочку накидных оборотов, или же можно сразу перейти к завершающему узлу. Учитывая то, что я это буду делать, но вам опять мешает перо, уберу, не совсем это видно, значит, я делаю следующее. Как обычно, мы изготавливали, привязывали крючки нашей леской. Складываем пальцы, заводим вот так за нитку, делаем вот такое движение. У нас получилась вот такая накидная петелька. Сразу я перевожу колечку, и не меняя положение рук, выполняем буквально один оборот, пару. Сколько у вас выйдет, будет достаточно. Не отпускаем, держим все это вот так в натяжечку, помогаем себе ноготочкам. Следим за тем, чтобы наше перо не попало под нашу нитку. И вот так вытягиваем. Затянули. Как вы видите, у нас получился вот такой своеобразный узелочек. Теперь мы можем спокойненько убрать нашу нитку, все отрезать и нанести капельку лака на нашу мушку. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, вот такую вот симпатичную мокрую мушку, которую можно забрасывать баллонской удочкой, маховой удочкой, матчевой удочкой. То есть, любой, какой вы только захотите. И у вас имеется достаточная огрузка, и спокойно можно работать, ловить нашу рыбу. На 16-18 номере, конечно, предпочтительнее. Но для этого, конечно, желательно иметь навыки и тиски. Стримеры точно так же можно изготавливать, даже не используя тисков. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...